Виктория Каштаденко пишет, что самолеты российских олигархов продолжают летать в Европе, несмотря на санкции, пишет Вельд и Зонтак. Понимаете, Виктория, и мы так обсуждали, санкции легко обходятся, там два момента. Во-первых, они обходятся, во-вторых, происходит адаптация к санкциям. Вот эти вот маленькие ручейки обхода санкций превращаются в полноценные реки. Это видно на примере Ирана. Санкции – это грозные заявления. Со временем они превращаются просто в грозные заявления. Фактически не работают. Это скорее такие пугалки, что ли, которые позволяют государству косвенно или прямо воздействовать на Россию, на агрессора. Призывать олигархов не поддерживать Путина. Хотя там такое впечатление, что они и не поддерживают. Я написал статью по этому поводу, о том, что Запад все-таки путает довольно часто неосознанно, но иногда и осознанно. Путает бандитов и заложников. Часть бизнеса – это заложники, настоящие заложники, которые и не хотят, и не могут, и не будут поддерживать преступления путинского режима. Но они заложники. Банк, который работает на территории России, называть его преступным инструментом, но это все равно, что называть преступным инструментом солнца, который светит на территории России. Так что западные иногда не очень эффективно распоряжаются вот этими возможностями санкций, возможностями воздействовать в том числе через бизнес на власть, на режим.